Сегодня получу посылку из Кореи. Это ручки, которые имитируют руку соперника. Вот коробка, еще не открывали ее, из Кореи пришла. Сейчас посмотрим, что там. Получил вот такую ручку, по идее должно было быть в посылке две ручки, но они наверное перепутали и положили только одну, я заказывал красную, пошла такая зеленая, но я потом напишал по производителю на завод, и он не отписался, сказал, что исправят все, и пришлют они в ближайшее время две ручки того цвета, который я заказал, то есть все исправят. Вот такая вот получается пришла ручка. Вот вблизи, если посмотрите, как она сделана. Вот их логотип, Made in Korea. В России такие не изготавливаются, еще не научились такие делать. Многие спрашивают, из какого она сделана, материала. Материал у него такой же, как и на расширителя, в принципе, один и тот же. Но здесь он немного мягче, именно вот в этом месте, немного помягче, чем здесь. А так, в принципе, материал один тоже. И на YouTube я смотрел видеоролики, где в комментариях пишут, что они рвутся, недолговечные. Это я хочу сказать не так вот, скажу не так, потому что она жесткая прям. То есть я не знаю, надо какой обладать силой, чтобы действительно ее порвать как-то. Ручки идеальный вариант подходит у такого вот, такая вот ручка, она маленькая. Она продается в интернет-магазине, я покупал где-то за тысячу рублей. Вставляется она сюда, очень легко. Имитирует она очень сильно, прям борьбу и нагружает прям сильно пальцы, это очень хорошо. Если, допустим, брать ручку обычную, на которой мы привыкли делать сгибание. Вот, если мы берем такую обычную ручку и делаем скручивание, то здесь нагружаются пальцы, но все равно это не то. Как бы оно нагружает, все работает, но на такой ручке конкретно прокачиваются пальцы. И имитация прям борьбы стопроцентная, то есть очень сильно. Также мы можем палец заложить сюда. Вот именно эта ручка в этом упражнении, мне кажется, стопроцентно имитирует именно эту борьбу. Так же эта ручка может применяться на таком тренажере от Мазуренко для прокачки пронатора. Вставляется она сюда. Входит она чуть-чуть жестковато, но нормально. Вот мы его вставили, потом прокручиваем. И делаем карнатор. Тут нужно работать с небольшими весами, чтобы прочувствовать именно мышцу, которая работает. Почему с такой ручкой? Потому что я делал без нее, и когда ставятся большие веса, предельные, то именно вот эта вот часть, почему-то, может быть у меня-то, получается на больших весах именно сустав бывает немного побаливает и некомфортно. То есть вот видите, если большой вес, то можно получить какую-то травму. То есть тут нужно работать именно с небольшими весами, но на большое количество раз. Вот с такой ручкой прокачивается отлично. И если не хотите, то можно, в принципе, использовать также расширитель. Он вставляется вот сюда и под палец тоже, в принципе, удобно. Можно использовать замес такой ручки, такой расширитель. Также можно использовать такую ручку в качестве подтягивания на турнике. Я бы вам показал как, но пришла только одна. Когда придет две, я запишу в белую видео. Так, берем ее и просто вставляем ее в турник и прям подтягиваемся на турнике. Нагрузка будет идти конкретно на эти части, на пальцы. Это очень эффективно. Здесь еще один вид упражнения для этой ручки. Берем петлю от базуленка. Если такой петли нет, можно использовать обычный ремень от кимоно. Задеваем руку, вставляем. Значит, можно, в принципе, делать вот так вот. Но тогда будет нагрузка идти... Ну, не нагрузка, а петля будет попадать на пальцы. Это чуть неудобно. Можно сделать вот так. То есть ремень максимально ниже поставить. И делать такое упражнение. Пробивает прям эту мышцу и сильно имитирует борьбу. Теперь мы можем имитирует борьбу в крю. Нам понадобится лямка. И чуть-чуть разжигнем стол. Поставим небольшой угол. Потом берем лямку. Продеваем ее. Лямку продеваем сквозь крючку. И вставляем ее сюда. Чувствуется прям очень сильно. Все места. Именно прям отлично мотивирует борьбу. Борьбу. Также, вы видите, что... Если вот так вот когда-то наклоняет, то вот это металлическое кольцо чуть-чуть надавливает на палец. Если, допустим, у вас рука маленькая, то, в принципе, этого вы не почувствуете. Мне так кажется. Но я, мне чуть-чуть неудобно делать петлю, я делаю... Беру пояс от кимоно. Также продеваем его сюда. Вставляю пояс туда. Вот сюда. И здесь начинаем выходит. Чувствуется прям мощно. Хотя очень маленький вес стоит. Но отличие очень большое. нежели от ручки. Это прям сто процентов. Совсем другие мышцы. Но вот эти, которые должны быть в борьбе. Надеюсь. Отличие колокольное. И мое самое любимое. Это борьба верхом. Можно также использовать гамку от Мадуренко. Но я беру пояс от кимоно. Так как мне немного неудобно на коленке. А пояс он в диаметре будет. Значит, принцип тот же самый. То есть, вставляем ее. Но мы теперь продеваем ее не через верх, а через низ. Это выглядит вот таким образом. Думаю, продеваем. Потом вставляем. Высоту можете регулировать. Какую губь. Здесь важно, чтобы путь проходил именно по вот этой части. Ни одна ручка на сегодняшний день такого не даст. Я не знаю, если у вас есть что-то подобное, напишите в комментариях. Вот я, наверное, не знаю. Так же можно, если у вас поворот на столе, то можно поставить вот наклон, сделать угол. И уже работать по другим уголам. Из вариантов борьбы клюв. Вставляем ее накидом, точнее, в основную ручку. Вот эта. Тут нужно, чтобы она как раз зашла вот сюда. Показал несколько вариаций, как использовать эту ручку. Если у вас есть какие-то варианты по-другому, вы пишите в комментариях. Наверное, будет всем интересно. Есть еще упражнение на ручку. Тюбли-визи на официальном сайте у производителя в Корее. Стоит она 31 доллар. 90 центов. Идет она от АТО Москвы 2 недели. 14 дней. Плюс, если вы живете в регионе, то еще прибавьте где-то неделю. Лучше всего заказывать не через ebay, а напрямую у производителя. Так как это вылезет и дешевле, и быстрее намного. Ссылка будет под видео, либо у меня в инстаграме. Заказывайте сразу на правую и на левую руку, так как она своей день не стоит. И уже не пожалеете. Резина здесь реально качественная. То, что там пишут в интернете, она там рвется, там, где ключ не формируется, ну и так. Качество реально высокое. Я не знаю, что нужно, чтобы действительно ее порвать. Как я ее запомнил, началом чек. Началом-то, да. Вот что нам мешает снимать съемки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»